Покер Мы прошли по всему арсеналу технических приемов, таких как рейс, ререйс. И сегодня тема нашего урока специальный и, может быть, самый знаменитый прием игры в покер – это блеф. И теперь я хочу пригласить к столу своих студентов. – Здравствуйте. – Здравствуйте. – На самом деле, Кать, вас не было на прошлом уроке, и я специально поменял темы местами, чтобы тема блефа не была рассмотрена без вас. – Я просто выигрыша на блефчике. – Из-за этого мы говорили про какой-то там отложенный рейс и там замедленный розыгрыш. – А, ну мне это не касается. Мне вот блеф касается. – Потому что вам нужно хорошо разбираться в блеф, и у вас есть для этого все основания, задатки. Если бы вам еще темные очки, то было бы совершенно… – Что такое блеф? Блеф – это ставка, когда у нас ничего нет, и мы пытаемся заставить нашего оппонента выкинуть свои карты. – Да. – Полагаю, что… – Вы это помните, да? – Мы слишком хорошо это помним. Сколько мы выкинули хороших рук, прекрасно. – Против всякой. – Я хочу вам сказать, что это только такое досужее мнение любителей и, может быть, самое опасное заблуждение для людей, которые играют в покер, что блеф можно исполнять, когда захочешь, и что… – Ну, как бы, что блеф – это не экспертный прием. На самом деле, блеф – это, во-первых, нужно подбирать ситуацию, когда этот блеф использовать, а во-вторых, блеф еще нужно готовить. – То есть, блеф – это очень мощное оружие, но им нужно уметь пользоваться. – Ну, например, есть очень важное правило, что, например, какой размер ставки мы должны выбрать для блефа. – Ну, блефануть можно и маленькой ставкой, и можно большой ставкой. – Да, раз там. – Да. Основное правило, что размер блефа должен быть не больше, чем необходимый размер для того, чтобы он работал. Потому что в каждом блефе всегда есть риск. Вы хотите не просто, чтобы оппонент выкинул свою руку, а вы хотите, чтобы он выкинул определенную руку, которая вас бьет. Ну, например, если вы полагаете, что у оппонента пара, вы подбираете примерно такой размер ставки, что он выкинет пару. Но иногда, поскольку вы же не родственник Розы Кулешовой, не видите насквозь, иногда вы будете ошибаться в ваших предположениях, и у партнера окажется две пары, или, может быть, что-то еще получше. А может быть, у него вообще нац. Ну, то есть, непобедимая комбинация, которая лежит на столе. И совершенно очевидно, что он не выкинет свою лучшую из возможных рук только потому, что вы сделали там ставку какого-нибудь невообразимого размера. Он только обрадуется, что вы пошли так много. Поэтому, если вы поставите больше, чем надо, в тех случаях, когда вы проиграете, вы, может быть, не окупите тех всех случаев, когда вы забрали банк. У нас был там в игре с Виталиком такой случай, когда он блефанул, и вы заставили выкинуть, помните, у вас было два короля, у меня было два валета. Да, но он большой блефчик, он больше, чем мне. Он поставил большой блеф, да. И вот, например, тут Скланский приводит такой пример, как в 79-м году на мировой серии покера Хэлл Фоулер, любитель, играл за одним столом с Бобби Хоффом, экспертом по безлимитному холдому. И они уже боролись за титул чемпиона мира, и была такая раздачка. У них были стеки почти одинаковые, примерно по 200 тысяч, и случился такой флоп там. Туз, король, дама на столе лежали. Они сыграли чек-чек, и на тернии приходит десятка. Ну, давайте положим такой стол. Туз, король, дама. Давайте положим червовую. Они сыграли чек-чек, и на ривере пришла десятка. Ой, искушение. Да, один сыграл чек, а Фоулер поставил в банк 190 тысяч, тогда как в банке у них стоило только 20 тысяч. Ну, то есть они, там, какие-то блайнды, какие-то шаги были на флопе, а, до флопа, на флопе его бы чек, и на тернии приходит, вы говорите, чек, а я ставлю 190 тысяч, ну, все свои деньги. Ну, согласитесь, что если у вас есть валет, вы не можете выкинуть. Потому что любой валет, какой бы у вас ни был, он не проигрывает. Да, то есть у вас не битка, хоть бубновый, хоть червовый, неважно, с какой еще другой картой. Не, я бы all land, я бы с ума сошла. Да, комбинаций с валетом так много. Может быть, два валета, валет 10, ну, валет 10 бы, наверное, не молчали. Может быть, валет дама, валет король, валет туз, валет 9, там, неважно, с чем валет, вот. И он просто не может выкинуть руку, заставить, если у человека есть валет. А если у человека нет валета, то неважно, может быть, пусть у него будет туз король, или там, ну, любая хорошая карта, но без валета, он не пойдет и 20 тысяч, например. То есть ставка 20 тысяч была бы вполне достаточной для того, чтобы любая рука выкинула. Тем более там сет или там какой-нибудь туз король были почти невозможны, потому что на флопе было сыграно чек-чек. То есть таким образом... Я это... Вот это понимаете или нет? Нет, я понимаю, но я просто... Окей, это блеф. Это тоже был бы блеф. Вот, допустим, у меня рука, ну, неважно какая, 3-2. Вот у меня 7-3. Вот, я хочу блеф. Но я должен знать, сколько мне надо поставить. Если я поставлю 20, я ставлю 20 за 20. Вот, ну, и тоже нормально, потому что у меня там 80%, что вы выкинете. Вот. Но если я поставлю, например, 190, результат будет точно такой же. Вы либо, если у вас нет валета, вы выбрасываете любую руку, и я забираю эти 20. А если у вас есть валет, то вам не важно, сколько калеровать. Вы хоть 20 закалеровать, хоть 190. Правильно? Правильно. Поэтому я 170 тысяч просто выбрасываю. В тех случаях, когда я получил 20, мне все равно, сколько я ставил. Вот. Блеф мой сработал. А в тех случаях, когда я проигрываю, мне не все равно, я проиграл все свои фишки. Вот. Хотя мог достичь, сделать ту же попытку, но гораздо дешевле. Вот. Поэтому одно из самых важных правил при определении блефа – это размер, выбор, ну, как бы, размера этого стека. Так, а чем закончилось-то? Ну, тут выбросил. Выбросил? Да, этот показал какие-то там… Ну, короче, он блефовал нагло за 190 тысяч, да? Да, да. То есть он… Я так и думал. Я не помню, что-то у них было такое, но… Это был чистый блеф, но просто он был избыточный. Не существует формулы, с помощью которой можно было бы определить точный размер ставки блефа. И в каждом случае вы должны исходить, ну, не знаю, из стеков оппонентов, из предыдущего розыгрыша. То есть при этом, ну, когда вы блефуете, лучше всего попытаться представить, против какой примерно руки оппонента вы играете, и какую руку вы хотите нарисовать себе. То есть вы хотите внушить оппоненту, что у вас сильнее. Ну, например, у нас был такой случай, открылось три пики, тоже с Виталиком, и у нас было по старшей карте десятка, у меня с девяткой, а у него с королем. Я поставил 100, он поставил 200. Я уравнял, и когда открылась четвертая пика, я сам пошел, понимаю, что если у него есть десятка, то у него, скорее всего, вторая карта должна быть обязательно пиковая, чтобы он ответил. А десятка не может быть пиковая, потому что пиковую я вижу на столе. И он выбросил. Я поставил ставку размером примерно полбанка, этого оказалось достаточно. Есть в истории случаи, когда человек про какого-то конкретного оппонента помнит какую-то историю. Ну, например, я напомню такой случай. У человека была хорошая карта, и он на последней карте, на ривере, поставил доборную ставку, может быть, размером там одну четвертую или одну пятую часть банка. Вот. И тот заплатил и проиграл. Вот. Ну, такой сакинг бет получился, высасывающая ставка, то есть добирающая. В следующий раз случилась ситуация, и когда тому нужно было блефовать, у него не было никакой комбинации, и он опять поставил такую очень маленькую ставку, одну пятую банка. И тот ему говорит, нет, ты хитрый, говорит, я второй раз не буду тебе проплачивать такие ставки. И выбросил, показал там какую-то среднюю пару. Ну, тому пришлось показать свой блеф, и тем самым он его немножко вывел из себя. Вот таких ситуаций может быть много, это вещь психологическая уже, это то, в чём вы как раз преуспели, и вы, можно сказать, мастер блеф. Yeah. Ну, это в определённых случаях работает, и к этому надо быть готовым. Кроме того, этот блеф лучше всего подготавливать, если вы, например, ну, к примеру, открылся флоп, ни у кого ничего нет, все сказали чек, вы решили блефовать и поставили какую-то ставку. Ну, кто-то выбросил, а кто-то решил калировать. При этом вы должны положить ему какую-то руку, ну, что у него может быть, может быть, средняя пара, может быть, он идёт на флеш или на стрит. Но вы должны так распределить свои деньги, допустим, что-то ещё открылось, и вы думаете, что он, ну, ничего не купил, потому что флеш не открылся, стрит не открылся. Вот, может быть, ему открылась вторая пара, вы этого не знаете. Но вы должны сделать такой размер ставки, во-первых, чтобы она была больше, чем на флопе. Ну, потому что все ставки же делаются каким образом? В банке, там, например, 10 тысяч, человек ставит 10 тысяч. Вот, и тот вроде бы как по шансам банка калирует. Теперь, если стало на флопе 30 тысяч, и я хочу, чтобы он не калировал. Допустим, если бы у меня была старшая пара, а он на чём-то калировал флоп. Теперь, чтобы он не калировал, мне надо поставить, ну, хотя бы 30 или 20 тысяч, чтобы были шансы банка опять такие же. Если я опять поставлю 10, во-первых, у него будут очень хорошие шансы банка, он будет просто калировать, чтобы купить свой флеш или стрит, а во-вторых, он заподозрит. А что это он вдруг испугался и так мало ставит? Потому что, когда я ставил 10 за 10, я был смелый. А после того, как вы закалировали, я почему-то стал бояться. Может быть, у меня вообще ничего нет. Вы так подумаете. И любой нормальный человек так подумает, когда вы атаковали 10 тысяч на флопе, то на терне вы не можете поставить сильно меньше банка. Но может возникнуть ситуация, что у вас стека не хватает. Поэтому, если он по шансам банка будет платить на терне, то вы должны оставить у себя ещё правдоподобную сумму для облефа на ривере, если уж вы облефуете. Он-то что-то хочет купить? Если вы скажете чек-чек, вы проиграете. Иначе зачем вы тогда все эти деньги выбрасывали? Поэтому, как только вы ещё только задумали свой блеф на ривере, ну то есть вот флоп ещё открылся, вы хотите блефовать. Вы должны представить, что будет, если он будет калировать, сколько у вас останется, чтобы ещё блефануть на терне, и чтобы ещё что-то осталось блефануть на ривере. И чтобы это было не так мало, как одна десятая банка, которую он заплатит в любом случае. То есть вы должны весь этот свой блеф продумать, просчитать заранее. Я думаю, что когда мы подготавливаем какой-то блеф, лучше уже найти возможность для полублефа и развернуть оппонента на префлопе или флопе. Потому что, если он прокалит, у нас ещё будет процентов 15-20 на свою комбинацию, даже если он сделает кол. А если мы полностью блефуем на ривере, то если он сделает кол, мы проиграем в 100%. Так что ты считаешь, на плап надо делать? Да, лучше, когда у нас есть ещё шансы выиграть, если он даже прокалит. Какой-то флэш-дро, стрит-дро, и гадшот, и средняя пара. Хотя бы какие-то шансы. Окей. Это очень ценно и замечательно, потому что, например, начать блефать можно ещё и до флопа. Ну, пришло тебе там что-нибудь 7-2. Рейс. А потом ты ещё это всё спланировал, что на флопе, что на терне. Но лучше ничего не делать без карты. Если ты зашёл на флоп, у тебя уже должно быть что-то. А если не пришло твоё, то у тебя есть эти дополнительные приёмы. Потому что блефовать ни с того ни с сего, ну, не очень умно. Особенно, если ещё несколько оппонентов. У кого-то же что-то придёт. Ну да. Окей, я поняла. И потом всякий блеф, он должен ещё иметь... Идея пришла. Ну, представьте себе, вот вы, допустим, они должны быть между собой согласованы, эти ваши ставки. Ну, представьте, вот вы вдруг сделали сильно... Вот у вас 7-2, а вы поставили сразу большой рейс. All in. Не, all in. Зачем? All in, это потом вы ничего уже не поправите. Ну, допустим, 5-10, вы поставили 50. Ну, у вас какая-то изображается хорошую руку. Там, два туза. Ну, пришло на флопе там 7-8-9 червей. Вот. Все чек. Вы опять там, ну, уже, допустим, трое заколировали. Вы опять там, банк. И, ну, думаю, конечно, что стрита не боится. Вот. Даже не 7-8-9 червей, а просто 7-8-9 разномастно. Потому что 7-8-9 червей, у вас может быть туз червей, вы так играете. А просто 7-8-9. Или 8-9-10. И нормальные два туза понимают, что валет 10, какая-нибудь рука, имеет старшую пару и на стрит. Там какие-нибудь ещё там могут... Может быть, уже у кого-то дама валет готовый стрит. Ну, то есть, он не будет... Два туза не будут кидаться с шашкой на абразуру. То есть, сама структура флопа должна будет двух тузов остановить. А если не останавливают, человек ставит, то с большой вероятностью это ещё и просто блеф. Ну, хорошо. Допустим, у вас прошло, вам никто не перевернул, кто-то заколировал. Ну, открылась ещё какая-нибудь карта, например. Лежала 10-9-8, открылась семёрка. Ну, вы продолжаете атаковать, но валет точно уже не выкинет. Да? Вот. Не знаю, а что ему думать, что вы так поставили? Особенно, если до флопа ещё был рейс или рейс. Что у вас? Валет 10, валет дама. Если у вас даже два валета, то вы должны бояться валета с дамой. То есть, ставки ещё эти должны быть между собой. То есть, каждая ставка, которая блефовая, она должна быть логически оправдана. Ну, например, лежало две червы, открылась червушка, вы изображаете флеш. Вы должны что-то изображать своим блефом. И это вот что-то, оно должно подходить к предыдущей руке. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, задачки. Ноу-лимит турнир. Блайнды 50-100, у нас 8-6. И мы сидим на большом блайнде. Стык у вас в половину меньше всех игроков за столом. Страшно хочется курить, как мне, примерно. Сигареты кончились, у меня ещё нет. Вы бежите на улицу за куремом, давая поиграть за вас несколько сдач товарищей. Ну, это... Это противоречие, это шутка. Прибегайте и видите за спины следующую раздачу. Первый игрок кол, все пас. Маленький блайн кол, и вдруг ваш... А, и ваш друг чек. 3-9-2. Разномаз. А, нет, две червы есть. Маленький блайн чек. Ваш друг чек. Первая позиция ставит 200. Маленький блайн пас. И ваш товарищ впадает в раздумья к вашему удивлению. И только вы хотите сказать ему уже, ну, пасуй давай. Как он хватает мышку... А, лучше, это в интернете. В интернете. Понятно. Когда он хватает мышку и играет блеф чек-рейзом 900, что вы будете делать? Первое. Похлопаете его по плечу и дадите доиграть весь турнир. Второе. Дадите ему подзатыльник, но если чек-рейз пройдёт, дадите доиграть турнир. Третье. И отберёте у него мышку и скажете, что пошутили, когда хвалили его игру. Катя, а вы что? Вы бы, наверное, сказали ему пару ласковых. Спросили, мама толстая. Нет. Она как любительница блефа его бы похвалила, я думаю. Сказала бы, что так мало, что мало, что мало. Моя школа не зря прошла. Я бы попросил на один. Я бы сначала похлопал его по плечу, потом дал подзатыльник и отобрал мышку. Или дал подзатыльник мышкой. Ответ. Давайте сразу посмотрим, может быть, чем-то у нас удивят. И в ответе. Для начала надо бросить курить. Так пишет состоящая задача. Далее. Коус первой руки означает мелкую пару, среднюю пару или коннекторы, вероятно, одномастные. Если оно так и есть, то у него легко может быть сет или флеш-дро. И даже если нет, то флоп не очень страшен для руки типа 7-7. Плюс он еще не сделал рибаи. Единственное, что может вытащить этот блеф, это ваш гипертайтовый имидж, если таково есть в наличии. И если друг его не испортил, пока вы бегали за сигаретами, отберите у него мышку, ну и подзатыльник тоже не помешает. Но я думаю, сильно совпадает. Да? Ага. То есть он как бы этот блеф сделал, ну, никак ничем не подготовленный. Хотя, на самом деле, флопы такого типа 2-3-7, если бы только не 2-мастер, но у них трудно калируют, трудно представить себе руку. Только лишь сыты. Даже девятка должна выбросить, семерки тем более должны выбросить. Не, ну, так как там две червушки, может быть, какого-то тут флэш дроу, как вариант. Или стрит дроу, начиная с туза. Ну, поскольку тут не было никаких рейзов до флопа, вы сидите на большом блайнде, у вас-то как раз любая карта. У вас может быть 7-2, 7-3, 3-2. Вот, то есть эта рука наиболее подходит, вернее, этот флоп наиболее подходит для вашего блефа именно с позиции большого блайнда. Вот смотрите, Катя, например, вы заходили в игру добровольно. Например, там 5-10, там кто-то 50, и вы кол. Открывается там 7-3-2. Ну, если вы калировали рейс, то вам могут положить руку там, чтобы вас бояться, там что-нибудь, две семерки, две тройки. Но точно вам не положат руку 7-2. Ну, понятно, да, почему? Я понимаю, да. То есть, например, если откроется 7-7-2, то вас не очень будут бояться. А маленького и большого блайнда, которые уже поставили, и не было никаких рейсов, он просто сказал большой блайнд-чек, у него может быть любая карта, самая вот такая мусорная. Поэтому если человек, который первый зашел в игру, у него, его можно не бояться на этом флопе, ну, то есть, можно ему положить там максимум, это два туза. А 7-3 или две пары у него не может быть уже. Вот примерно такая разница. То есть, блефовать тоже еще важно против кого? Ну, я думаю, не стоит блефовать в таких ситуациях, там, ради этих 400 фишек рисковать, 900 фишки. Ну, там будет, может, небольшой плюс, но стоит ли это делать? Например, если будет ранняя стадия крупного турнира, если играть против нас сильный регуляр, мы сможем имитировать какой-то сет, войти под рейс. Он легко выбросит туз король, даже тузы королида. Мы можем украсть 200-300 фишек, но стоит ли это нам на ранней стадии? Я думаю, не стоит так рисковать, и блефовать. Ситуация, которая нам не нужна. Да, согласен. И еще есть одно соображение. Против такого регуляра, и зашедшего с ранней позиции, человека с хорошей карты, можно блефовать по-другому. То есть, вот представьте, что у вас, например, оказалось бы 3-2, и было бы две пары. Вы, может, и не стали бы его так сразу переставлять? Вот он пошел там, маленький блайнд выкинул, вы с большого кол. Да, в таких ситуациях кол даже более страшнее, чем чек-рейс, потому что оппонент может поставить на какое-то слоу-плейс, а то он не подумал, что мы играли кол на какой-то двойке, тройке. Скорее всего, что-то опасное, и дальше лучше сделать кол и переставить его на терне или ривере, имитируя что-то сильное. Да, а если откроется не опасная карта, например, откроется какая-нибудь там, не знаю, десятка, ну и не червовая. Вот, то есть, и даже можно опасаясь, что он сейчас тоже скажет чек-чек, ты вполне можешь, имитировать вот этот отложенный рейс. Вот у нас был сет, мы просто заколировали, а на терне вдруг раз дали банк. Ну вот он ставил там сколько-то, 200, мы колировали, в банке уже 500, а не, не 500, уже 700, трое вошли по 100, и мы двое по 200 дали, 700. И вот так раз там, на десятке, 700. у него десятки партий не может быть, то есть у него либо, какие-то там туз, его эта рука карта никак не усилила, в худшем случае она усилила его там до, там каких-нибудь туз 10. И вдруг вы ставите, ну у вас или сет, или две пары, или что-нибудь такое, он может выкинуть любую руку. А можно, как Макс говорит, сыграть ему чек-рейс на терне. То есть, ну в зависимости от имиджа этого оппонента, который будет или не будет он ставить еще раз, после того, как мы сыграли кол. Кол наш выглядит гораздо страшнее. Поэтому если мы хотим его пугать, облев это всегда как бы на испуг, то надо придумать, как бы мы разыгрывали, если бы у нас была рука, которую мы его точно обыгрываем. Да? Я думаю, таких ситуаций не стоит слишком долго думать. Если мы решили блюфовать, то делать это почти моментально. Понятно, даже не подумать, что мы так быстро все продумали, сыграли кол, потом резкий бет. Если мы не уверены в блюфе, лучше не думать, уже сыграть и сдаться. Но если мы уже продумали ситуацию за пару раздач, то сыграть это моментально. Оппонент просто даже не подумал, что мы так быстро все решили, проблюфовали его. Тоже важно. То есть сыграть этот, если блеф, то без паузы. Но мы уже были готовы, мы надеялись, что он поставит, и сразу же сыграли. То есть вот представьте, как бы мы играли. У нас две тройки, раз открывается, два, три, семь. Мы чек, хоть бы поставил. И тут он раз и ставит. Но мы почти не даем времени на раздумья. Правильно? Пока вы читаете, я озвучиваю. О, Филави. Не знаю, что я думаю. Ваша рука, десять, король пик. Ну, лимит кэш один на один. У вас большой глайн. Соперник Филави, да, достойный соперник. Глайн до сто двести. Как-то мы его затащили в такую мелкую игру. Вопрос. Филави ставят при флоп рейс 600. Вы калируете и получаете флеш-дро на флопе. Двойка, дама и шестерка. Из которых дама и шестерка пиковые. Король 10 пик, двойка, дама и шестерка. Такой вот флопчик. Вы чек. Филави ставит 800. И кол. Терн улучшает ваше дро. Открывается валет. Но не к масти. А валет открывается где масти стало? Валет червовый. Но червовый лучше, чтобы нас не путал. Потому что вдруг мы другое, второе дро какое-нибудь. Открывается валет. Вы решаете перейти в контрнаступление и ставите 1900. А векалирует. Ривер мимо. Восьмерка бубновая. Это, кстати, часто бывает, когда играешь на дро, ривер не доезжает. Что нужно делать? Должны ли вы блефовать? Сейчас Катю. Катя, наверное, скажет, должна. Я бы очень слезное лицо сделала. Так. И очень злые глаза. Так. И я бы блефанула в полный прокат. Полный банк. Полный банк. Я бы сделала бы все. Я бы его бы хотела бы испугать. Но я бы от себя сделала такой монстр. Он бы испугался бы точно. Я думаю, здесь чек-пас. Потому что если я проколировал на Торне такой бет, он чаще всего на таком ривере проколирует. Потому что это не опасный для него ривер. Думаю, у него, скорее всего, хорошая карта. Он бы не отвечал Торне, если бы выбрасывал ривер. Разве что это редкие комбинации из комбо-дро. Но у нас уже есть такая комбинация. Думаю, скорее всего, у него готовая карта, с которой он просто добирал. Решил сыграть колы, еще раз колы от защиты на ривере. Я бы тоже сыграл пас. Чек-пас, Чек-пас. Самый оптимальный вариант. Ответ. Что-то вы всю руку разыгрывали плохо. Да так Филави обязывает. Как говорят французы, но ближе. Как заточку вы состояли, так и разыгрывали. Почему бы не проявить агрессию сразу, когда случилось флеш-дро? Флопы типа король две маленькие и дама две маленькие отличные кандидаты для блефа. Вместо этого мы тупо заколировали. А после того, как упал валет, перешли в атаку. Поставьте себя на место Айви. Вы не напали на даме, но вдруг начали нападать на валете. Кстати, тоже мысль. Мы как-то ее упустили. Какую руку вы пытаетесь изобразить? какую? Сет валетов или стрит? Стрита еще никакого нет. Сет валетов вы бы... Стрит-дро или же... 1-1 на его рейс 600 вы бы на двух валетах поставили хотя бы 2-400. То есть два валета вам почти никогда не положено. Давайте дочитаем мнение составителя. Но вдруг начали нападать на валете. Какую руку вы пытаетесь изобразить? В крайнем случае надо было сыграть чек-рейс на терне, но никак не нападать впрямую. Итого вы запороли игру на флопе и терне и ничего не узнали о его руке. Срочно сдавайтесь. Более того, даже чек-рейс на ривере имеет больше шансов, чем прямой блеф. Мне кажется, что... Сам насоставлял и... Мне кажется, хит-ап настолько сложно играть, тем более лимит 100-200 долларов и соперник Филавиш здесь обсуждать раздачу очень сложно. Можно играть с флеш-дро разными способами. Возможно, он знал, почему он не сделал рейс на флопе, потому что Филави может еще переставить. Он сделал только кол. Нельзя сказать, что это ошибочно. И также, что он поставил 1900. Возможно, у него были какие-то заметки и репутация за этим столом. Но на ривере очевидно, что стоит играть чек-пас, потому что Айви сделал такой кол 1900. Он чаще всего сделает еще один кол. Да, я согласен. Хорошие игроки они тем и хорошие игроки, что они демонстрируют. Может быть, у него какая-то сильная рука, типа, не знаю, там, две дамы и с дам таким образом. И он дает нам возможность как-то проявить себя еще разочек на ривере. Вот, возможно, у него, ну, не знаю, 10-9 вряд ли можно положить Филави в этой ситуации. Он такой не экстраординарный игрок, от которого можно ожидать, чего угодно. Мы вчера смотрели, что он там тоже бывает, рассмотрели на одном из уроков, когда он там играл, тоже далеко не выигрышную ситуацию, и тут тоже можно ожидать от него чего угодно. Да, я тут... Он сам может блефовать, сидеть. Ну, тогда, если он блефует... Заняв просто заранее какую-то позицию. Ну, мы точно вели себя на всех улицах нелогично. Первый раз мы заколировали, второй раз мы сами напали. Чек-пас. Ну, он выбивается из общего ряда. То есть, мы сыграли сначала кол, потом напали, потом выкинули. Ну, он мог нам предложить выкинуть еще до всяких действий, до чека. Ну, до чека плохо выкидывать. Скорее всего, конечно, материала нет, чем играть. Сильно зависит от стеков, сильно зависит от настроения. То есть... И, кроме того, самое правильное решение в покере это варьировать свою игру. Я бы, например, в этой ситуации сыграл бы с вероятностью 70% чек-пас, а с вероятностью 30% попробовал бы сделать некоторую блефовую ставку не очень большую. Ну, если в банке, если он калировал 1900, и там сколько-то было, то есть, там уже сколько под 5000 набралось, ну, я бы сделал ставку 2500. Да, мне достаточно было бы, чтобы он один из трех раз выкинул, чтобы эта ставка была с нулевым отожидали. Мы заметили в этой ситуации очень нестандартный розыгрыш. Дро, так что и Айвис, скорее всего, проколирует, поэтому я думаю, если бы у нас был сет или две пары, могли бы так же разыграть сильную карту. Вообще, когда нам открыли две пары или сет, придумать самый нестандартный розыгрыш, и так сыграть до Ривера, чтобы оппонент не мог поставить ни одну из карт, и просто подумал, что это пустой блеф. Ну да. Особенно хит-сапе. Да, хит-сап вообще непредсказуемая игра, там человек может заколировать на Туз-2, например, если у него есть хоть что-то. Мы же можем положить Туз-2 пик, например. Он шел точно так же. Сначала атаковал на флеш-дро, потом, когда мы переключились, и вдруг у нас там уже дама валета или что-то, непонятно, он пошел за второй парой или за двойкой, или за флешом, но ничего не купилось. На самом деле Туз-2 можно и вытолкать в такой ситуации. Ну хорошо, будем считать, что мы достаточно нагрузили себе голову этой задачкой и поняли лишний раз, что покер игра почти непредсказуемая. Ну и наша задача не каких-то там сумму рецептов набить в голову, а наша задача научиться думать, научиться анализировать, представлять руки оппонентов, играть против этих рук точно так же, как Скланский учил, как против открытых карт. Правильно. И не забудьте расслабиться, пока играем. Есть еще одно предупреждение от Скланских, что все наши вот эти обсуждения ведутся из расчета, что мы играем с такими оппонентами, которые способны сбросить какие-то руки, даже иногда большие руки, и которые задумываются о том, что у нас может быть за карта, что может там случиться. Потому что если мы сидим с другими оппонентами, ну, например, с новичками, которые первый раз пришли играть, мы должны все это забыть и играть по карте. то есть у новичка, у любителя, у плохого игрока можно выиграть, ну, как правило, показав ему просто хорошую руку, которую он оплатит. Прижал тебе руку оставь. Потому что я вот сегодня против Виталия Блифану, он меня вскрыл на младшем совпадении, там лежал Король, Валет, 9, а не, Король, Валет, 7, 6, 5, и он меня вскрыл на пятерке. Хотя там лежал и одномастный, там 3 трефа. Я сыграл чек-рейс на ривере уже, он 100, я поставил 600, он заплатил, показал 5,2, а, 5,3, да, разномастный и выиграл. Хотя по моим представлениям ни одна рука не могла оплатить. Это интересная ситуация, когда при открытых картах сыграли бы так же, блифовали бы чек-рейсом, но в этой ситуации это при открытых картах плюсово, но в этой ситуации он сделал такой кол, что вышел минус в блед. Да, поэтому, видимо, моя ошибка была в том, что, когда я его спросил, как можно заказать, он говорит, просто мне же играть хочется. Да, 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 вот это самое. За 500 недорогие. Вообще, Я предлагаю прерваться нам сначала на чашку кофе. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова но не в тему тема урока блеф или какая-то другая тема у всех уроков блеф чек чек Время. Окей. Я вижу вас. 150. Рейс. 450. Рейс. Чек. Поздно Рита. Поздно Рита пить боржоми. Нет, это поздно Шура пить боржоми. А поздно Рита, вы полюбили вора. Поздно Рита, вы полюбили вора. Может быть у меня семья вообще ничего нет. Так что мне сейчас чек. Или можно пас сделать. И тогда я все забираю. Нет, так просто она не отдаст. Вот так вот забираю все это. Окей. Мне нужно тогда... 300. Нет, 300. Там 150 тоже стоит. Нет, 450. Тебе 150 и еще 300. Там ты делал, мало денег останется. Можно раз. Какая ли билета? Нет, ничего. Ничего? Да. Ну нет. Ага. Бедверки. А все эти деньги я хотела спросить. Это ваше деньги? Ваше деньги? Нет, это ваше деньги. Нет, это ваше деньги. Нет, не мои. Мне моя цена. А на чем же вы коллировали? Ни на чем, как обычно. На воздухе. Все как всегда. Я просто хотела показать Блав. Нет, ну Блав был 150. Ага. И вы могли сказать пас, и теперь я показываю блеф. Я тоже показал, что у меня не блеф. Нет, у вас все, я знаю. Да? У вас три семерки. Нет, подарок, пожалуйста, забирайте. Так, батон у Кати. У меня. Ну давай, я тоже поставлю сразу на радостях. Ну а если мы так делаем, я тоже поставлю. Нет, вам сейчас. Нет, да. 40 надо, да? Нет, нет, 40 не надо. Сейчас Саша на первых словах. У вас вне очереди получается. 20. Кол. Пасс. Кол. Кол. Чек. Три игрока. Чек. 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 Ты сколько поставил? Ну поставил чек. 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 Азовского банка. А, окей. Сколько, сколько? 200. Ничего себе. Так, мы обсуждали размер ставки блефа. Я знаю. Маленькие. Но я просто хочу экспериментировать. Хорошо. Хорошо. Так, что скажет купечество? Выброси. А ты выбросил? Нет. А я не вижу карты. Есть карты? Есть. Не выбрасывай, Макс. У меня нифига нет. Ты меня знаешь. Я все прикрою. Не мешал. Нет, чтобы вам удобно было. Я просто опять... Обещайте. У меня плохие карты весь вечер были. Окей? 9-3. Там всякие. Да. Окей. Хорошо. 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 Поверю. Давай. Я пас. У меня хорошее. А сколько она поставила? 200. Она мне сдачет дали. Да, на 220. Я тебе поставил. Разменяйте, а ты положи 200. 220? Да, 220. Так, я открываю. Стерн. Ага. Чик. Мне... Та-та-та-та-та-та. Окей. 275. Зачем так? Зачем так? Чтобы было корректно? Иначе стринг бет. 85, 95, 100. Окей. У меня тут сколько? Ну, с теми, которое в руке 300. 300. 300 и я. 300. Я знаю. Скиллен. Что? Скиллен. Воу-у-у-у. Скиллен. Волын. Это та ситуация, как с третом. Я халлю фуллхаус. У тебя не фуллхаус. У тебя не фуллхаус. Фуллхаус. Скиллен. Опять ничего нет. Нет! Нет! Я еще одну карту положу пока что у Кати. У Кати лазо познает. Нет. Кати, показывайте, если туз, еще туз может помочь. Может. Конечно. Туз. Еще может помочь туз. было понятно что это лучше чем у него вы напали 200 он вдруг играет кол но какая у него должна быть карта если он хороший игрок он не хочет просто так один что там 78 какую ему карту кладете у него либо есть туз а также как у вас это минимум тогда у него карта старше чем девятка либо у него есть тройка что скорее я думаю тоже была ошибка что она сказала мне блеф я сказал да блеф я буду скрывать и она подумала если у меня не блеф тогда я точно лучше стою как бы я скрываю блеф сделал такой вид я на самом деле у меня монстр здесь дайте пожалуйста нашей девушки кати побольше фишек чтобы она могла блефовать и в следующий раз макс 5 мы уже все сделали осталось только веселом и отсюда выдали тысячу пас пас кол 10 не 10 кол чек 30 Тридцать. Пэсс. Чёрт-чёрт. Ну, у меня как бы пара валетов так и осталось. А-а-а. Ну, я бы пепел. Открыли бы пепел, и вы бы пострадали слегка. Ну, да. Согласен. Ну, я просто помню, как вы не нападаете за старшей парой. Пару случаев таких было. Я не стал ходить, думал, вдруг у вас там пятёрочка. Ну, нет особых карт, которые я могу побить по вскрытию. Ну, кроме пятёрки. Королю проиграю, десятку проиграю. Пика не пришла. Ну, зато пришёл валет. Кстати, второй случай с вашей игрой, когда... Так, это здесь я, наверное, уже... А, это уход. Когда или у вас, или у кого-то флэш-дрой, или... У двоих сразу. Или у двоих сразу флэш. Причём, обратите внимание на мой розыгрыш, если бы не пришла пика, и не пришёл бы валет, я бы всё равно должен был бы ставить, потому что я считаю, что у меня нету других возможностей выиграть. Я там ставили, я переставлял, мы заплатили. То есть, вот тут мне бы пришлось блефовать. Так, я купил валета. А как ты блефовываешь? И сказал чек, потому что я уже валетом выигрываю. А, окей, но вы не это не знали. А если бы мой валет не пришёл бы, мне бы пришлось ставить, и он бы всё равно выбросил. Там полублеф был, более два, тем более хорошо. Рейс полублеф, может, у него туз или что-то, зачем мне? Да. Ну, там открылось, он же понимает, что ни у кого ничего нет, ни королей нет, ни десяток. Просто проверял. Думаю, если увижу слабость, ещё на ривере ему надо поставить. Так, у Макса батон, а маленький блаинт у меня. Что это за десять, Катя объяснила, пожалуйста. Ставка. В тёмную колу? В тёмную, да, конечно. Двадцать, двадцать. Это плохая графа, если это страдал, то двадцать, а если ты колу в тёмную, то это десять. Спасибо. Спасибо. Словами скажите. Пас? Я пас. А я кол. Кол. Можно сказать чек, можно ещё добавить. Чек. Окей. Три игрока. Чек. Нет, сейчас мимо, сейчас, Саша. Сорок. Я кетчуп. О, Господи. Коу. Коу. Чё, вообще, да? Чё? Чё? Мне интересно, за что они-то прыгают. Чё, 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 чё. Чё, чё. Я вообще в шоке. Чё, чё, чё? Чё, чё. Вообще, да? Маньоки. Кого очередь? Очередь Саши. Саш, давай. Видишь, какой пал задумчивость. Такой задумчивость может вклать, только если у него коры. Я больше повечу, чем сложнее. Или 3-0. Нет, нету у него. Нету. Может быть, 3-0. Или overpower. Я пас. Ну, правильно. Сюда. Ну, ничего нет. Ну, и что, еще реверонка? У меня было. Да. А что, лазь было? Тусы-король. Тусы-король? Нет, тусы-король. 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 Я, хорошо, я осталась. Я четверку вышла. 4-2. Сильно-сильно. Ты проиграл. Улыбни у меня, может быть, кстати, у вас. Может быть, меньше, чем у вас. Тусы-король. То есть у меня 800... Да. ...1000... ...100... ...145. Если бы я вошел на 4-2 при флопе, я бы проиграл 1500. Тройной стек. Я бы там не смог выбросить, скорее всего. 4-2. Я бы проиграл старшему фулл-хаус. Значит, подумал, что если я играл против каких-нибудь 4-2 тус, то тройка меня померела, могу играть нахально. То есть с маленьким кикером. Интересный разум. Так вам надо... Сколько? 55 задачи. Три фл-хаусы было. Ну, я несколько денег надо занимать от кого-то. Думаю, что у вас может быть. А что у вас было? Что они там рубятся на пару? А королева и тус. Ну, а тут что-то... Вон 4-2 у Макса. 5-2. Тут было и на стрит, там... И тут стрит уже пришел, да? Да-да-да-да. А мы с ним, с ним, с ним, с ним, с ним. Чего они там лезут с ним? Если у нас там почти все. Ну, так бывает, что приходят одни и те же карты, и как бы... И у всех есть какая-то игра. Так, ну что, нам, к сожалению, надо заканчивать, а так хочется играть. Но у нас, правда, есть следующий урок, который будет называться «Полублеф». А-а-а, окей. Поэтому мы все эти возможности сможем разобрать и на следующем уроке. Тогда спасибо. Я прошу прощения, но так везу так повезло. Спасибо. Игорь Негода. Игорь Негода. oak Субтитры создавал DimaTorzok